мне попалась реклама акселератора что звать бери и делай никаких вообще никакого волшебства из десяти человек 9 продаж 10 не купила только потому что в этот момент когда мы с ней разговаривали она ехала в роддом рожать подруга был бы забавнее у меня эксперт чемпионка россии по продажам я поняла что вот тема такая классно друзья всем привет доставайте свои ручки листочки не знаю можете записывать смартфоны как это делаем мы потому что сегодня будет такое плодотворное на инсайты интервью на нас высыпят кучу лайфхаков информация это будет супер круто ну а в студии сегодня по-прежнему илья терновой федор спиридонов и в гостях у нас лиза кастанди девушка которая сделала свой фитнес марафон для мам и это ниша не просто всероссийского масштаба она вышла за рамки нашей страны даже вот так вот стала такой популярный и там лиза опробует кучу механик кучу нововведений о которых расскажет здесь сейчас но если вы хотите также хотите открыть свою онлайн-школу но что-то вас останавливает записывайтесь на бесплатный мастер-класс но мы уже идем брать интервью вот по ссылочке внизу ребят не мешкайте здравствуйте ну что же расскажите пожалуйста в двух словах как вы пришли в онлайн образование поскольку это понимаю то что вы являетесь продюсером и и сразу охватываете несколько направлений да но сейчас актуально это финанс у нас с мужем в офлайне свой бизнес в сфере информационных технологий мы консультанты пишем комплексные информационные системы для крупных государственных негосударственных заказчиков плюс соответственно занимаемся консалтингом в области инвентаризации имущества ставим на учет заводы там инвентаризируем все как серьезно да 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 все очень серьезно и глобально ну то есть и у нас такой вот как было достаточно серьезный объемный бизнес в офлайне но как раз связанный с информационными технологиями я в нем собственно последним лет 15 а и но при этом у меня большое количество увлечений да то есть я увлекаюсь спортом экстремальным спортом фитнесом и на самом деле для того чтобы заниматься каким-то экстремальным спортом в москве условий вообще никаких и все время хочется куда-нибудь съездить точно подметили да то есть там на серфинг на сноуборд там какие-то восхождения еще что-то она все требует длительного промежутка времени любое нормальное восхождение но это в минимум четыре недели да но в той как модели в которой мы сейчас живем да у нас нет такой возможности потому что заказчики все хотят видеть лично нас понятно что есть там руководители проектов есть как бы определенные структуры но есть вопросы которые без нас не решаются и требуется личное присутствие и вот мне всегда как-то хотелось немножко перестроить вот наш образ жизни и дать себе большую мобильность и вот возможность передвигаться в тех направлениях куда бы нам хотелось и мне попалась реклама акселератора а я несколько раз записывалась на вебинар и каждый раз что-то у меня не складывалось чем раза с четвертого я туда попала кто-то меня в нем зацепило потому что я выключусь похожу учета по делу думаю ну нет подожди мы сейчас наушник в ухо телефон в карман хожу по дому занимаюсь какими-то делами сама слушаю ну и в результате три с половиной часа я под конец я уже просто я бросил дела села и начала уже смотреть и меня сама идея конечно зацепила и у меня в голове сложился вот этот пазл что вот это то что мне позволит с одной стороны применить мой айтишный бэкграунд потому что ну нужно понимать что очень много айтишных вопросов в организации онлайн-школы да то есть и настройка всех платформ лендинге там все эти верстальщики все 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 но у меня огромный опыт работы с любыми программистами тут как бы мне это очень конечно помогает ну и сама я могу настроить почти все соответственно я поняла что вот тема такая классная и мне надо потом я посмотрел сколько это стоит я думаю ну может быть нет ну может быть да ну а точно ли у меня получится а еще куча вот всяких дел кучи вот каких-то альтернативных сомнительные вопросы да да я такая думаю тут мне начали естественно подкидывать всякие литмагнитики а думаю ну вот ладно вот там три урока думаю да я посмотрю ваши три урока смотрю думаю мне ребята рубят в теме уроки путевые рассказали мне много такого о чем я не догадывалась ну ладно не похоже они ребята разбираются но я отложила эту дему что-то у нас какой-то разобрал на работе и я не пошла думаю ну невозможно но у меня нет времени на но видимо зайти когда после того как я заинтересовалась акселератором но я попала в определенные там списки рассылок и я попала на текст-драйв текст-драйв меня все просто захватил я поняла что это очень а сколько длится текст-драйв 15 дней по моему две недели и в одну в один из дней дмитрий юрченко рассказывал о методологии диск ну может быть вы я знаю это ну как всех людей поделить соответственно на 4 типа и как ему лучше подавать вот эту информацию и он меня цепанул своей харизмой я такая думаю господи ну какой мужчина в общем он точно соображает я прям вижу что вот он рассказывает а он видим еще рассказывал как-то под мой тип что ли в общем мне зашло на ура я пошла и записалась это было такое достаточно длинное путешествие на вот но соответственно включилась вот в эту историю но все опробовали они получается и поучились и вебинары и личное выступление знакомства вот но долго вы получается шли до зрели реально это было около полугода вот сейчас я уже понимаю что ценность реально той информации которые здесь дают она больше того ценника за которые ее продают но ее еще нужно суметь взять не смотреть не сидеть не жевать вафли а просто брать и сразу внедрять это единственный способ то есть как вы можете получить максимум ну как бы скажем отжать максимум из того чтобы если вас интересует онлайн-школы но много вопросов и сомнений у акселератора есть бесплатная 30-минутная консультация с экспертом который готов ответить на все ваши вопросы разобраться с нишей который поможет найти эксперты расскажет как с ним договориться он расскажет вам о тех шагах которые вам нужно совершить чтобы у вас появилась своя онлайн-школа регистрируйтесь по ссылке под этим видео а вот касаемо внедрения там даже например если брать презентации да там на вебинар условно их там есть три версии вот как понять которая какая версия подходит именно вам сначала одну попробовали потом вторую потом третью а потом может быть даже вообще ничего не подошло и нужно будет там склеить каким-то образом отдельные части и тогда вот это зайдет именно вашу аудиторию здесь вот все только нужно брать нужно знать бери и делай никаких вообще никакого волшебства сначала мы сделали вот с презентацией на вебинар да сначала мы сделали презентацию вот по всему шаблону акселератора вебинар у нас шел два с половиной часа а мы поняли что ну как бы наша аудитория у нас мамы мамы с детьми у них нет два с половиной часа потому что у них там вот они например пошли смотреть вебинара мы специально подгадываем такое время когда большинство детей спать например укладывает ребенок не спит два с половиной часа и ребенок проснулся мамы даже если ей интересно ей надо хватать ребенка и с ним там что-то делать гулять идти на улицу что реально для нашей аудитории это слишком длинно а мы уже начали понимать два часа вообще в принципе много да мы начали реально смотреть какие куски у нас лучше заходят какие на каких народ смотрим статистику отключается какие моменты времени народ отваливается мы все дело проанализировали как бы любые вот эти вебинарные платформы они дают статистику по количеству и уже сократили вебинар сейчас у нас вебинар идет около полутора часов и это вот как раз для нас а сколько провели вебинаров до того момента как вот получился тот самый золотой ваш личный стандарт сколько попыток для того чтобы еще не исчерпали все наши попытки реально вот то что мы сейчас запустили это уже мой второй скажем так опыт и в некий второй подход первый раз первый запуск я пробовала делать в рамках битвы предпринимателей . кстати просто обалденная штука которая тебя берет в ежовые рукавицы и ты за там какие-то мизерные сроки просто ну да буквально две недели насколько я помню ты за две недели вот как есть берешь вот это все собираешь и пробуешь реально запустить вот эту модель и в первый раз когда я запускалась в рамках битвы предпринимателей я сама была и экспертом и продюсером экспертов нас было двое я еще позвала свою подружку психолога и мы с ней делали запускать такую тему тем кстати очень классно как управлять впечатлением которые вы производите на окружающих я рассказывал как это делать с помощью одежды она рассказывала с точки зрения психолога как это все остальное да и собственно у нас все это дело зашло но мой главный вывод был что нельзя быть одновременно экспертом и психологом но это можно но это настолько тяжело даже вот просто физически что после битвы предпринимателей я две недели просто приходил в себя и когда мы вот начали сейчас вот этот наш запуск с мамами то есть я соответственно шла эксперта эксперт мой тренер рука с которым я сама и тренируюсь вот я точно знал что это качественный эксперт потому что человек вам вы можете отрекомендовать да то есть все как бы мы там не один год знакомы соответственно и я уже пошла четко по модели что я соответственно продюсер и у меня есть эксперт который занимается контент с экспертом вы решили вопрос вот продаж да то есть нужно не каждый эксперт умеет продавать на рабе и то есть там скажем тогда у меня очень бодрый эксперт который не рабеет у меня эксперт чемпионка россии по тяжелой атлетике а вот поэтому но и сама взяла было бы было бы забавнее у меня эксперт чемпионка россии по продажам а ну собственно сейчас мы из нее и делаем чемпионка россии по продажам и конечно при этом просто она сама блогер она очень много и вот в социальных сетях в инстаграме там общается с людьми и в прямых эфирах пишет там те же stories и она проводит вебинары для своих подписчиков там платно она погружена практически на сто процентов да то есть как раз и почему я ну и и рассматривала как у меня несколько было вариантов по экспертам с кем начать сотрудничать потому что реально я вот ну как бы видел что человек максимально вот уже заточен под вот эту нишу на какой площадке вебинар вели мы проводим вот пока все вебинары на пруф не мне что мне на этой площадке нравится там самая маленькая задержка между трансляцией на ютубе или она не ютубная а в том-то дело что там не нужно подключать там все эти а весь функционал он встроенный и как раз то что видит человек держит дает отстает от того что слышит пользователь как бы то что говорит эксперт от того что слышит пользователь всего где-то там было на три секунды у меня вопрос такой курс на момент продажи курса самого да и на момент когда люди смотрят ваш вебинар продажный курс уже записан у нас курса не было у нас была была некая программа мы понимали что нам туда нужно сделать у нас на момент продажи было записано недельный вот этот бесплатный тренинг йога терапевтический который мы дарили по результатам вебинар мы не могли бы не записать потому что мы его дарим подпишитесь на канал поставьте лайк этому видео и комментируйте чтобы вы хотели узнать еще и мы постараемся ответить на все ваши вопросы в следующих интервью а сам курс у нас еще не был записан я считаю что это очень дельный совет от акселя это модель бчж вот мы шли ровно по ней бизнес через же а вот то есть сначала продал а потом делай курс но на самом деле смысл вкладываться и как бы все трудозатраты да то есть на организацию пока мы сделаем курс пройдут как бы пройдет время и мы на самом деле у нас курс до сих пор еще не весь у меня сейчас идет пятая неделя тренинга шестую мы токверстаем как вы часто задаете вопросы аудитории и общаетесь здесь невозможно сделать задавать вопросы слишком часто вот раз в три минуты нужно обращаться к аудитории для какой-то обратной связи как где-то они напишут длинный ответ где-то там плюсик восьмерочку десяточку смайлик кружочек я не знаю что-нибудь тебе напишут при этом но где это можно просто их сказать но как вы не устали кто там как вас ощущение поставьте там и у нас очень классно зашли контрольные задания то есть мы часть вебинар прошли там 15 минут и говорим а сейчас контрольное задание по последним 15 минутам вот у вас два вопроса и там по 5 вариантов ответа пишем в это в комментариях какой правильный ответ причем вопросы элементарные и люди они во-первых лучше запоминают то что они услышали а вот и при этом они очень включаются а когда ты в течение вебинара проводишь это несколько раз то они следующую часть начинают слушать внимательно а в конце мы еще делали а такой большой достаточно из трех вопросов тестик и первым десяти правильно ответившим мы дарили скидку нет мы им дарили книжку пп рецепт как работали например с лояльностью тех людей которые там прослушали ваши первые вебинары им что-то может быть не понравилось вы делаете второй вебинар есть какие-то опросения что не придут то есть как вы вот например он человек разуверился его обратно заманивали смотрите реклама была вебинара через ресурсы как раз вот спикера да а нет у нас не ну как бы естественно рекламировались через группу в instagram соответственно нашего нашего спикера плюс а мы на этом запуске мы тестировали все социальные сети то есть у нас были отдельные настроены рекламные компании фейсбук в инстаграм и вконтакте и реально мы был первый запуск поэтому мы проверяли и смотрели откуда у нас будет приходить наиболее качественный трафик и где как бы максимальный отклик у нас неожиданно выстрелил контакт я сама контактом не особенно пользуюсь но оказалось что в контакте сидит наша аудитория реально за 4 недели рекламной кампании то есть мы собирали народ на на игру 4 недели за 4 недели рекламной кампании при том что мы целенаправленно не рекламировали нашу группу мы пускали только рекламу она реклама вебинара рекламу соответственно уже курсы и так далее на нашу группу в контакте подписалось почти полторы тысячи человек то есть это притом мы не занимались рекламы конкретно группа, мы как бы рекламировали продукты. Просто вот люди пришли, подписались. Рекламировали вебинар, но подписалась на группу. Да, на группу. Да, то есть это у нас вот такой дополнительный бонус. Какая жизнь будет происходить в притековой вообще? Какая полезность, например, пользователю подписанному от группы? Туда постите и анонсируйте материал. И он на то же тоже знает и приходит на следующий вебинар, да? Да, да, да. То есть мы людей там собираем. Ну, то есть если человек подписался, то есть, соответственно, у него есть интерес к теме. То есть у нас группа называется «Как вернуться в форму после беременности». То есть для человека это актуальная информация. Мы там, естественно, даем людям пользу. То есть мы определенным образом, как говорят в акселераторе, утепляем аудиторию. Соответственно, мы даем им реальную пользу, бесплатно. Они там вот сидят, мы им даем какие-то упражнения, рекомендации по питанию, просто какие-то мотивирующие посты, с ними там играем, что-то им предлагаем. Ну, понятно. А по поводу, просто мы немножечко отвлеклись, да, по поводу того, вот если человек пришел и не услышал. Во-первых, на вебинаре мы, естественно, людей не просто, как бы им что-то рассказываем, продаем, а тех, кто наиболее заинтересованный, и тех, кто досидел до конца, мы им дарили подготовительный бесплатный курс. То есть мы говорим о чем? Что, ребята, вы к нам придете на интенсив, но кто такие мамочки? Это люди, которые, ну, как минимум год, ну да, ну, то есть 9 месяцев беременности, плюс там, ну, ребенку как-то внутри там месяца. Ну, то есть как бы минимум год она не занималась ничем. Ну, у нее не было такой физической возможности, да. Соответственно, для того, чтобы приступить к интенсивным тренировкам, ей свое тело нужно подготовить. И вот мы как раз дарили им йога-терапевтический курс, чтобы они размялись и безопасно могли приступить к нагрузкам. Наш курс, он пользовался достаточно большой популярностью. То есть люди к нам приходили, они уже смотрели, что у нас за платформа, как это устроено, как это работает. И тоже достаточно, ну, некий процент, я не знаю, не могу сказать там, что называется, сколько вешать в граммах. Вот. Людей, которые прошли вот этот подготовительный курс, в конечном итоге, ну, как бы приняли решение об участии в программе. Прошли и решили понять, ну, как бы поняли на себя то, что им нужно продолжение. Да, ну, а вот что касается вообще вот работы с аудиторией, мой один из таких, ну, может быть, его сложно даже назвать инсайтом, но то, что, в общем, очевидная вещь, которой я изначально пренебрегла, и я считаю, что мы потеряли, конечно, клиентов из-за этого. Колл-центр. То есть нужно людям звонить. Звонить самому или вы вообще не звонили? Нет, самому звонить всем невозможно. У нас там на вебинары записывалось по тысяче человек. Я считаю, как я им всем позвоню? Нет, то есть, соответственно, первые несколько вебинаров мы провели, и мы не звонили вообще. И, конечно, мы слили конкретно. Но потом, кстати, тоже вот одна из крутых фишек акселератора, то, что мы все поделены на кланы. То есть и у нас есть вот, ну, среди резидентов акселератора, у нас вот клан там на шесть человек. И мы, на самом деле, очень активно общаемся. И ребята меня очень поддерживали в этом запуске. И я такая, что-то именно там, что вот, я так устала, и у меня так все, в общем, тяжело идет, и люди вот не записываются. Говорят, а ты звонишь? Такая, нет, и у меня нет уже сил звонить еще. Я говорю, руки в ноги, поднимай свою пятую точку с дивана, организовывай колл-центр и звони. А колл-центр вы наемный сделали? Я собрала своих подружек, ну, понятное дело, что, ну, не за бесплатно, но за, как бы, вполне небольшое вознаграждение. Вот, соответственно, и они меня нашли еще... Дали какие-то скрипты, да, им тоже? Да, конечно, нам в Accelerator прям дают эти скрипты. Кстати, хорошее, реально все работает. И мы начали звонить. То есть разговаривайте со своей целевой аудиторией. Они сами вам все расскажут. Но с ними прям нужно говорить, говорить и говорить. И когда мы начали звонить, у нас пошел поток продаж. Потому что кто-то записался на вебинар, но не смог его дослушать до конца. Ну, не знаю, как что-то отвлекся, там, в общем, что-то у него интернет пропал. Мы ему там раз прислали запись. Он посмотрел, там, задал какие-то вопросы. Когда с людьми общаешься, да, то есть, ну, они сразу, ну, выходят на контакт. И если человек заинтересованный, то он тебе сам все расскажет, что ему надо. И ты сможешь ему сделать какое-то предложение, от которого он не сможет отказаться. Но у меня был реальный шок. Когда я прочитала, там, в материалах Акселератора, что рекомендуют, вот, после вебинара, выбирайте 10 человек, самых таких, кто там активно участвовал, и лично им звоните. И когда я первый раз попробовала вот эту штуку, я взяла 10 человек и им позвонила. И когда у меня из 10 человек было 9 продаж. Из 10 человек 9 продаж. 10 не купила только потому, что в этот момент, когда мы с ней разговаривали, она ехала в роддом рожать. Уважительная причина, по-моему. Это была уважительная причина. Ну, вы как родите, перезвоните. Итон сказала, вы мне обязательно расскажите, когда будет второй сезон. Вот, Лиза, спасибо вам большое за это чудесное интервью, яркое, такой же, как и ваш образ. Вот, сейчас вот нам хотелось бы попросить вас, чтобы вы, у вас первый сейчас сезон стартует вашего марафона. Какую-то скидку или какое-то приглашение дали по промо-коду нашим зрителям на второй марафон, на второй сезон. Конечно, с удовольствием. Я думаю, что среди, как бы, наших зрителей, среди резидентов Акселератора тоже много мамочек с детьми. Да я сама мамочка. Наверняка. Может быть, кто-то смотрит это и знает, кому посоветовать это видео посмотреть. Да-да-да, то есть, соответственно, для всех, кто смотрит это видео, я хочу вас пригласить к участию во втором сезоне фитнес-игры «Мама сможет». Ну, вы уже поняли, что это крутая затея, и недовольных у нас нет. Но я специально для вас хочу сделать подарок. Скидку в 30% по промо-коду, я даже не знаю, Акселератор. Акселератор, да. Ну, да, пусть будет Акселератор по этому промо-коду, сделаем как бы функциональчик, вы сможете его туда ввести. 30% скидка вашим ждем. Отлично. Большое вам еще раз спасибо. Вот, желаем вам успехов. Берегите душевное равновесие, работайте с мамочками, они взбалмошные. Вот, но очень веселее. Что хочется сказать о Лизе. Слушай, мне очень понравилось, что она в свой бизнес, в свою онлайн-школу вводит очень много новых механик. И тестирует новые какие-то инструменты для повышения там трафика, для игровой механики тоже она делает. Ввела свою валюту. Мне вот ее аналитический склад мышления понравился. То есть она все, что делает, потом в дальнейшем анализирует, делает выводы и корректировки. И даже там, например, она понимает, что вливается в самый первый марафон больше, чем того требуется, для того, чтобы потом экономику отладить. Вот, например, было интересно на то, что она сказала, что первый марафон показывает, что 50% учащихся учатся впервые. И есть некий барьер на входе, поскольку люди не понимают вообще, что такое онлайн-обучение. То есть это не те люди, которые погружены, как мы, как наши зрители, а те люди, которые просто наша целевая аудитория. И поэтому нужно для того, чтобы им было комфортнее, проще ходить, эту ситуацию обработать и сделать видео, разместить ее на лендинге, чтобы они визуально понимали и представляли, как вообще проходит этот механизм обучения, на каких кнопочках, когда ты нажимаешь, чтобы вылазить, что там происходит. Это, наверное, очень хороший такой вот инсайт, лайфхак и пожелание вообще для всех тех, кто хочет, чтобы люди не стопорились, а сразу обрабатывать это возражение, до момента его возникновения. Вот. Вот. В общем, с нее есть, где взять пример. Вот. Новая площадка для вебинара Proof.me, да? То есть мы ее не тестили, можно попробовать. Пойдем пробовать. Кстати, заметил, что ты делаешь те же упражнения, что и мамочки у нее на вебинаре. Потому что я тоже могу. Что-то я, мне кажется, спалился, что я смотрю вебинар для мамочек. Продолжение следует...